В прошлом видео мы познакомились с вами с крокоблоком, с плагинами премиум класса для Elementor Pro. Сейчас вы видите страницу крокоблок, именно плагин JetSearch, поиск, очень крутой поиск. В этом видео рассмотрим технические возможности, как это установить на сайте WordPress с использованием Elementor конструктора страниц. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Естественно, это все дело куплено. У меня плагины все эти выкачаны на компьютер. Вот ряд плагинов, которые у меня уже есть. Плагин устанавливается для тех, кто не знает. Быстренько покажу. Перехожу на сайт, свой WordPress тестовый сайт. Сразу хочу сказать, перед тем, как вы будете сами тестировать плагин поиска, вы должны хоть как-то набросать страницу в Elementor Pro, такую простенькую, создать несколько записей WordPress, потому что мы будем проверять, как работает поиск, как он ищет. И чтобы мы что-то нашли на сайте, у нас должны быть какие-то уже тестовые записи. У меня, естественно, это есть. Вот у меня есть блог. Здесь у меня есть записи WordPress тестовые и Joomla. В админке сайта устанавливается плагин, если с компьютера как обычно, то есть плагины добавить новый. Здесь я выбираю загрузить и просто выбрать файл с компьютера, выбираю zip-архив. У меня он уже установлен. Как только вы джет-плагин, вот этот search поставите, у вас вот здесь появляется меню. Вот. На момент записи видео последняя версия 2.1.6. И здесь сразу вы можете видеть другие плагины, которых пока здесь нет на сайте. Давайте рассмотрим. То есть вы просто установили плагин, его активировали, и он уже у вас доступен в режиме редактирования через Elementor Pro. То есть я перехожу в страницы. В данном случае главную страницу я редактирую через Elementor. Сворачиваю все базовые, вот эти все плагины. Вот видите, сам внизу JetElements. И пока что у меня доступен только AJAX Search, вот этот поиск. Вот, естественно, есть поиск у меня, как выглядит обычный поиск Elementor Pro, да? Он абсолютно простой. А это, конечно, очень мощный и крутой. Смотрите, как обычно, просто перетаскиваю на хост данный плагин. Сразу вот как он сейчас есть, обновляю страницу. Давайте обновимся на фронтальной части сайта, посмотрим. То есть реально уже он есть, он уже работает. Например, смотрите, есть у меня Joomla статьи и WordPress. Как вот самая главная красота этого поиска, я начинаю вводить слово в поиск. Например, вот первые слова, которые у меня есть действительно в записях. Видите, как получается сразу выдает поиск без перезагрузки страницы. По-другому AJAX называется эта технология, да? Сразу показывает три результата найдено. И отсюда я могу кликнуть внизу ссылка, видите, посмотреть все результаты. Это, кстати, все можно на русский перевести. Или кликнуть прямо по записи. То есть если я по записи кликаю, я попадаю... Ну, эта запись у меня связана с сайтом, с другим. Поэтому попал я на свой сайт. Ну, давайте еще раз вот я сделаю. Вот другая запись. Вот, я попадаю в развернутую, так сказать, запись. Ну, и давайте смотреть, что он умеет. Захожу в настройки, то есть просто по карандашу я кликаю данного плагина. Как обычно, в традициях Elementor вы видите слева здесь менюшки. И давайте их рассматривать. Первое. Search from. Первые опции. Вот касательно вот здесь, видите, по-английски. Здесь можете написать поиск. И получается вот здесь вот слово уже по-русски. Сразу в режиме видно реального времени. Иконку, если хотите добавить, можно загрузить свою. Или выбрать какую-то из существующих. Видите, иконка появляется здесь, рядышком. Если это нужно. Смотрите. Саму кнопку поиска, видите, синяя кнопка. Показать ее вообще или нет? Можно вообще скрыть. Тогда кнопки не будет. По нажатию кнопки Enter вы сможете, чтобы поиск работал. То есть в поиск ввели слово, нажали Enter и поиск начал искать. Если мы оставляем, то вы можете здесь что-то написать. Это слово будет прямо, видите, вот сразу видно с иконкой. Также можно поменять иконку здесь аналогичным образом. Show category list. Смотрите, можно выбрать, чтобы вот такой список из ваших рубрик WordPress показывался. Вот здесь рубрики или по меткам. Что отображать? Меток у меня нет, поэтому оставляю рубрики. И слово вот на английском, да, вот здесь вот можно написать выберите рубрику. Вот я написал выберите рубрику. Вы видите, здесь видите, слово подставляется. То есть сразу искать в нужной рубрике какую-то статью. Есть мощная опция Responsive from Mobile. Это значит сделать ли адаптивный вид поиска на мобильном устройстве. Вы можете сразу это вот здесь вот просмотреть. Если сейчас выглядит поиск вот так, то есть он как бы не мобильный, да, так скажем. Смотрите, включаем этот ползуночек. У нас страница, видите, как перестраивается. Я рекомендую оставлять так, потому что поиск смотрится более компактно, удобно, как раз для мобильной версии. Следующая вкладка. Вот этот ползунок, если выключен, пока не рассматриваем. Сначала вот смотрите, включаем, видите, тут у нас меняются опции. Если включаем, то здесь нам говорится поиск по текущему запросу. Использование для архивных шаблонов. Ниже вы можете вот здесь вот подсказки перечислить через запятую. Это если вы используете в своих записях дополнительные поля, там цена, вес, рост, я не знаю, все что угодно, то здесь надо перечислить через запятую эти переменные полей. Это уже продвинутая такая система для продвинутых пользователей, кто знает, как создавать вот эти вот произвольные поля в статьях задавать. У меня просто не заданы никакие дополнительные поля, поэтому показать я сейчас не смогу. То есть поиск будет работать именно по, возможность есть этого поиска, работать по дополнительным полям. Дальше уже идут тонкие настройки, упорядочить результаты поиска по критериям, там, заголовок, ID и так далее. Вы можете эти даже не трогать, в принципе, и так нормально ищет. Это уже более такая тонкая настройка. Уже если вы прям этот поиск конкретно используете, можно здесь просто поиграться, посмотреть, как лучше вам нравится. Дальше вот это порядок результатов. Тоже можно поиграться, посмотреть, как лучше. Дальше сообщение на странице. Количество результатов поиска. Пять стоит. Ну, смотрите. Имеется в виду вот это всплывающее результат. Вот сколько результату вот здесь вот отображаться именно во всплывающих подсказках, да? Просто у меня три записи, которые содержат в заголовке слово «Джум». И поэтому три записи у меня и выскакивают. Был бы больше, вот можно было бы этим управлять. Здесь, например, три только записи, чтобы у вас выскакивало. Дальше количество результатов отображаем в одном поисковом запросе. Ну, тоже можно поиграться с настройками. Дальше, смотрите, здесь посмотрим. Если вот этот у нас ползунок отключен. Вот это важное поле. И если оно пустое, то поисковик этот будет искать ключевое слово по всему сайту. То есть он даже найдет ваши страницы. Какие-то страницы, где содержится ключевой запрос. Если вам это не нужно, чтобы поиск работал только по записям, вы можете кликнуть мышкой сюда и выбрать вот так вот «Искать только по записям». Можно искать по страницам. Тогда он будет и по страницам, и по записям. Я оставлю только по записям. Дальше вот эта кнопка «Включить» или «Исключить». И вы можете исключить из поиска какие-то ключевые фразы. То есть «Включить», «Исключить». Ну, обычно я это даже не трогаю. Здесь, в принципе, оставляю. Следующая опция. Вот эта опция. Позволяет отображать вот этот вот всплывающий поиск в разных вариациях. Скажем, возьмем «Custom». И появляется дополнительное поле. Произвольное. «Custom» позиция. Чтобы лучше понимать, я обновлюсь. Наберу слово. Вот видите, по центру выскакивает. И окно вот это более компактное здесь. Вот этот результат. Поиска. На ваше усмотрение я оставлю как есть. Дальше вот эта вот галочка. Позволяет отображать поиск без миниатюр записи. То есть в записи в самой миниатюра есть. А сейчас, видите, отображаются только заголовки записи. Я оставляю записями. И, кстати, размер самой вот этой картинки записи именно в выпадающем списке можно. «Full» — это полная ширина изображения. То есть никак не уменьшенная. Давайте это посмотрим. Далее здесь. Если, кстати, возможность загрузить изображение для записи, которая не имеет изображения, тогда будет отсюда вытягиваться картинка, подставляться дефолтная. Скажем, у меня есть запись, оглавление называется. Вы видите, что здесь нету миниатюры. А это мы проверим сейчас. Загружу какое-нибудь изображение, например, свой логотип. Обновлюсь. Пойду на сайт. И в поиске напишу заголовок этой записи. Вот вы видите, подставляется мой логотип. То есть, по сути, дефолтная картинка подставляется к записи, где нет изображения. То есть вот как-то так это работает. Следующий источник контента. Изначально «Post». Есть еще два варианта. «Custom fills». Можно задать ключи произвольных полей. Но я здесь оставляю именно «Post content». Также заточен, как я понимаю, поисковик под WooCommerce, скорее всего, потому что есть возможность отображения «Price», «Цена» и «Рейтинг». Ну, в данном случае у меня этого не используется, поэтому я этого не включаю. Далее, если мы ищем, смотрите, у нас есть какие-то здесь фразы, которые всегда подставляются. Вот результат. Показано три результата. И если я кликаю сюда, то у меня показывается шаблон, который я создал в Elementor Pro «Результат поиска». То есть в три колонки. Если вы смотрите первый раз, то посмотрите мои предыдущие уроки по Elementor Pro. Я показывал, как это сделать. Вот здесь вы решаете. Вот это слово. А нужно ли вам вообще его здесь отображать вверху? То есть смотрите. Вот он. Показать ли вот этот результат? Если я скрою, то не будет его там. Если я оставлю, то вы можете заменить английское слово на свое. Я пишу результат. И давайте обновимся и посмотрим, как это работает. Итак, я написал в Joom. Видите, три результата. Но единственное, что здесь не склоняется. Там, например, три результата, пять результатов. Вот я не знаю, как это сделать, чтобы здесь оно склоняло. Возможно, наверное, лучше было бы даже это отключить. Показать также вот эту ссылку внизу «Все результаты». Вот такая ссылка. По клику по ней я, по сути, попадаю на результаты. На шаблон, да? Результата выдачи. Показать ли. Если что, оставляем. То вот здесь вот замените английское слово на свое. Чтобы у вас было это на русском. Далее у нас скрыты две опции. Погинация. Hide – это скрыть. И показать в хедер вверху. Показать в футер внизу. Или показать и там, и там. Что это такое? Просто давайте посмотрим. Я обновляюсь. Начинаю задавать поисковик. Чтобы увидеть эту погинацию, смотрите, вот такие вот можно поставить кругляша. Вот такие есть стрелочки у нас с вами, да? Сразу здесь, если большое количество статей у нас по ключевому запросу показалось. Надо вернуться вот на эту вкладку. Здесь поставить, показать один пост. Ну, чтобы просто увидеть вот эти кнопки. Потому что у меня постов на демо-сайте мало, поэтому я выставил здесь один пост. Я возвращаюсь сюда. И вот здесь вот, как я и говорил, да? Показать ли эти точки? Ну, можем оставить. Дальше показать ли погинацию. Изначально скрыто. Давайте посмотрим футер. Это нижняя часть поисковика. Обновлю сайт. Посмотрим, что у нас там покажется. Вбиваю ключевую фразу. Вот у нас показывается постраничная навигация. 1, 2, 3. То есть, как бы дублирующая то, что наверху у нас находится. Как хотите, можно оставить и то, и другое на ваше усмотрение. Давайте я вернусь хотя бы здесь. Выставлю 2. И вернусь обратно. Здесь у нас остается именно arrows. Это стрелки. То есть, поменять ли вот эти стрелочки. Дизайн их. Если хотите, здесь можно поиграться, посмотреть. Следующая опция. Я не буду выдаваться в подробности. Просто на демо-сайте у меня нет произвольных полей. Custom Fills. Это произвольные поля. Чтобы посмотреть работу в поиске, как работают эти поля, нам нужно, чтобы у нас записи существовали с ключевыми полями. Здесь просто их можно включить. Указать ключ данного произвольного поля. Это то, чтобы у вас данные из произвольных полей, так скажем, отображались в поисковике. Здесь это можно тонко настроить. Я двигаюсь дальше. Смотрите, если мы что-то ищем, того, чего нету на сайте. Английские слова все легко можем заменить вкладкой ниже. Вот здесь видите. Sorry, извините, там, бла-бла-бла. Просто можете через переводчик перевести и поменять на русский. То есть вот то, что здесь у нас написано, что якобы ничего не найдено по ключевому запросу. Меняется это здесь. И также здесь вот тоже можно перевести какая-то дефолтная фраза. Точнее, даже обязательно переведите, чтобы у вас это все было на русском языке. Основные настройки, в принципе, они закончились. У нас с вами остается дизайн, где я не буду вдаваться в каждую вкладку, потому что я считаю, это просто лишняя трата вашего времени. Я думаю, здесь просто нужно посидеть и настроить под дизайн вашего сайта. Я лишь покажу какие-то ключевые моменты по настройке цвета и так далее. Например, Input Fields. Раскрываем вкладку. Вот Background Color, заливка цветом. Смотрите. Бум. Видите, как заливается. То есть вы можете даже вот это поле ввода как-то покрасить. Нужно вернуть по умолчанию. Нажимаем очистить. Цвет возвращается по умолчанию. Таким же образом Text Color тот, который у нас вбивается. В это поле можно очень тонко настроить. Например, опция Submit Button. Кнопка вот эта с лупой поиска. Она у нас синяя. Раскрываем эти опции. Здесь можно и размер. Вы видите, смотрите, она гигантская. Типография. Заливка цветом. Смотрите. Вот она сейчас красная. Все очень просто. Здесь быстро можно настроить. Дальше. Если вы используете категории List. Вот этот выпадающий список. Здесь очень тонко все можно настроить. Например, ширину. Посмотрите. Сделать ее более широкой. Вот этот список выпадающий. Дальше. Background Color уже стандартная с вами. Это заливка самого поля. Дальше. Ниже вы можете видеть, что есть паддинги, марджины. Это все внутренние и внешние отступы. Background Color здесь. Это заливка самого всплывающего окна. Вы это видите. Дальше. Смотрите. Результат. Background Color. Вы помните? У нас вот это выпадающее красивое Ajax. Поиск белого фона. Смотрите. Если мы сделаем каким-нибудь другим цветом. Но это надо уже обновить страницу, чтобы посмотреть изменения. Обновить сайт. Попробовать что-то поискать. Видите, вот эта подложка стала таким серым. То есть все здесь можно досконально настроить в данном плагине. Что мне очень нравится в кракоблоке. Здесь очень тонко можно все до мелочей настроить. Думаю, здесь понятно. Даже новичок сможет разобраться. Я показал буквально такие ключевые изменения дизайна. Дальше просто нужно посидеть, потыкать мышкой, поизменять размер, шрифты, цвет и так далее. И подогнать уже все под себя. Под свой дизайн своего сайта. Думаю, мы с вами этот плагин разобрали. Надеюсь, у вас все получится. Все ссылки, как обычно, в описании под этим видео. Или на моем сайте fedorvasilev.com Обзор плагина JetSearch у нас с вами закончен. И в следующих видео я продолжу обозревать уже другие плагины крокоблок. Подписывайтесь на наш канал.